забежал чуть переодеться ребята если вы хотите почувствовать что такое тогдашние корабли даже тот же самый титаник да ну тонуть никто не собирается но все равно титаник да больше 100 лет назад вот эти кораблики которые ходят здесь тоже им более сотни лет своих предыдущих роликах я часто рассказываю о швейцарии я здесь был много раз и надеюсь что вы видели эти выпуски и знаете какая швейцария красивая в этом же ролике мы отправимся еще в один швейцарский город во французской его части в мантрио да возможно вы знаете что он красивый что он расположен в швейцарии на берегу женевского озера вы также возможно знаете что мантрио известен своей музыкальной сценой потрясающими пейзажами и богатой истории именно этот город известен своим джазовым фестивалем одним из самых известных музыкальных фестивалей в мире тем не менее этот выпуск я не хочу посвящать джазу давайте с вами погуляем по этому городу посмотрим что здесь можно поделать и куда сходить и что посмотреть я предлагаю нам всем отправиться в круиз возможно круизное судно напоминает вам большие океанские лайнеры но в мантрио этот термин обычно относится к пассажирским судам курсирующим по женевскому озеру компании general de navigation sur le lac le man управляет парком лодок в том числе историческими колесными пароходами и более современными моторными судами которые обеспечивают регулярные пассажирские перевозки по женевскому озеру часто называемые круизами по женевскому озеру здесь можно взять билет на однодневный круиз некоторые просто пересекают озеро предоставляя удобные транспортные услуги в то время как другие более неторопливые позволяют туристам наслаждаться прекрасными швейцарскими и французскими пейзажами вдоль берегов женевского озера когда вы будете в швейцарии прогулка на корабле это одна из вещей которые вы обязательно должны сделать потому что это реально уникальный такой опыт скажем так проходите по женевскому озеру где у вас рядом город на корабле которому уже больше ста лет посмотреть на швейцарию с воды это тоже такое очень классное крутое зрелище и здесь я кстати плыву вот этот швейцария а я плыву прям по границе которая делит озеро с одной стороны у меня швейцария с другой стороны у меня франция здесь и вот там дальше деревня авиан есть специальные тематические круизы которые проводятся в течение года в том числе круизы с ресторанами для гурманов круизы с фондю и джазовые круизы многие из которых можно посетить на прекрасно отреставрированных колесных пароходах belipoc корабли сами по себе являются достопримечательностью и живым плавающим музеем данные корабли останавливаются в нескольких городах вокруг озера некоторые из популярных остановок включают лозанну ввы и саму женеву 1,2,3,8,4,4,5,5,1.5,5,1,5,5,1,5,5,6,5,6,5,5,5,5,5,6,6,5,5,6,7,6,6,5,5,5,5,1,5,5,7,5,000. ск αυτό около軸 вновленную сию и тамбулка на маленькой обороны этой на месте �рированные камеры обороны и в Монтре, ребята, очень классный город, очень красивый, он небольшой, но здесь такое количество церквей, каких-то вот таких домиков с невероятной архитектурой, с крышами вот этими конусообразными, вид на озера, и где бы вы там ни находились, проходите какие-нибудь 100-200 метров, и снова какие-то новые виды, какие-то новые такие фишки. Одна из главных достопримечательностей этого города, она не совсем находится в городе, честно говоря, это замок, и немногие о нем знают, я уже делал отдельный выпуск про Шильон, Шильонский замок, потрясающее место расположен на скале, на скалистом острове, рядом с берегом Женевского озера, Если вы скажете, что вам замки не интересны, подумайте, это одно из самых посещаемых исторических мест всей Швейцарии, здесь 25 зданий и 3 внутренних двора, которые вы можете исследовать, если вы останавливаетесь в отеле в центре города, то вы спокойно можете прогуляться по красивой набережной вдоль Женевского озера и дойти до замка, если вы любите историю, любите замки, то посмотрите мой отдельный выпуск про Шильон. Вот это вот горная дорога, вот это вот шале у нас. И на что хочу обратить внимание, на забор, забор из стекла, вверх вчера был дождь, он сейчас абсолютно идеально чистый, то есть они его, посмотрите, даже приближу вам, они его почистили как снаружи, протерли весь забор этот, так и снутри. Не знаю, как они это сделали, вчера был дождь. Второе, это то, что он возле дороги, то есть там камешек какой-то мелкий, то есть пофиг им, да, что может камешек отлететь, там что-то может произойти, разбиться стекло, нет, как бы никаких вопросов, делают из стекла. И вот дальше шале идет, здесь ремонтные работы какие-то, вот дальше у вас шале. Тоже никаких заборов, никаких консервных банок, забор это изгородь, понимаете? Если вам нравится группа Queen, а вам скорее всего она нравится, то обязательно посетите музей в оригинале Mountain Studios, являющийся частью казино Montreux. Здесь группа Queen записала многие из своих хитов, музей проводит вас через путешествия по музыке и истории группы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы отправимся на дегустацию вина, то есть мы поедем на винодельник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один тур, который вы обязаны сделать, это посетить виноградники Лаво. Это террасные виноградники, постирающиеся примерно на 30 километров вдоль берега Женевского озера. Как и все здесь простирается вдоль Женевского озера. Эти виноградники являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы можете покататься здесь на поезде по специальным дорожкам или просто прогуляться по окрестностям, останавливаясь по пути до дегустации вин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Несмотря на то, что Мандрё очень небольшой город и его вы полностью можете обойти пешком, у него очень богатая история и связана она с его стратегическим расположением и привлекательным климатом. Мандрё с давних времен был местом поселения различных народов. Район вокруг Мандрё был заселен с Бронзового века. В Средние века город приобретает важное значение благодаря постройке Шельонского замка графами-савойскими. Город значительно вырос в XIX веке, когда он стал популярным туристическим туристическим направлением, в том числе многих писателей и художников, своим расположением на берегу озера и мягким климатом. Именно в это время были построены одни из самых красивых зданий Мандрё, здания Белли-Пок, рядом с которыми вы обязательно будете хотеть сфотографироваться. Сам же старый город расположен не у воды, а на холме. Представляет он собой район с узкими улочками, красивыми старинными зданиями, магазинами, ресторанчиками. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok